Слушай, Лида, скажи, пожалуйста, вот ты в анонсе говорила, что сейчас такая очень актуальная тема для всех. И давай, пока у нас подключилось определенное количество человек, расскажи, насколько это действительно сейчас актуально, тема соцзависимости. Такую небольшую затравочку в лекцию. Ну, сначала, наверное, я хочу всех поприветствовать, хотя немножко некомфортно не видеть свою аудиторию вживую, но я думаю, к этому привыкну. Ну, собственно, всем здравствуйте, надеюсь, вам будет интересно. Лекция посвящена действительно очень актуальной проблеме, проблеме зависимых отношений. И вот, как говорит статистика, в эту ситуацию попадают... На самом деле, данные несколько разнятся, но в среднем это 80-90, а кто-то пишет, даже 98% всего населения земного шара попадают в эту самую ловушку, из которой, по некоторым данным, так и не удается выбраться. Но, опять-таки, данные разнятся, вот я все-таки склоняюсь к тому, что выбраться из такой ловушки возможно, и сегодня как раз расскажу, как это возможно сделать. Собственно, с чего все начинается? То есть, когда мы настолько сильно, можно сказать, влюбляемся в своего партнера, и это чувство, назовем его сейчас пока любовью, поглощает нас настолько сильно, что мы забываем вообще обо всем на свете. О самом себе, о своей собственной жизни, о своих увлечениях, о хобби, о своих предпочтениях, вообще обо всем на свете, вот всю свою энергию мы направляем на своего партнера. Так, чтобы ему было комфортно, так, чтобы ему было приятно, пытаемся его всячески ублажить, удовлетворить и прочее, прочее. А все, чтобы получить от него ответную реакцию. И в итоге получается так, что мы в нем абсолютно растворяемся, теряем самого себя, и вот из нас, полноценного человека, полноценной личности, превращается нечто, даже не знаю, на что это похоже, на какую-то лужу растекшуюся, которая вообще не представляет своего существования без партнера, потому что не видит никакого смысла, то есть он живет только ради него. И это очень больно, как с этим жить совершенно непонятно, потому что некомфортно всем, некомфортно самому, некомфортно партнеру, некомфортно всем. В итоге начинаются какие-то непонятные выяснения отношений, которые, как правило, приводят в итоге к разрыву. И самое забавное, то, что такой сценарий, он повторяется с каждым разом, с каждыми новыми отношениями до того момента, пока все-таки не приходит в голову какое-то осознание, что что-то здесь не так, и что-то нужно поменять. Слушай, Лид, смотри, у нас уже 46 человек, я думаю, и уже 0,5 минут, так что я думаю, давай ты немножечко расскажешь, прежде чем мы начнем, о себе. Я успел, может быть, посмотреть у нас в соцсетях, что ты психотерапевт, но расскажи поподробнее о том, чем ты занимаешься, потому что у тебя супер много разных интересных специальностей. Думаю, все будет интересно узнать. Ну и по первой специальности я на самом деле врач. Работаю в нашем Тверском государственном медицинском университете уже 6 лет, как там работаю. Очень люблю свою работу. Дополнительно получила еще психологическое образование, поэтому помимо преподавания занимаюсь частной практикой, как раз-таки использую психотерапевтическое лечение. Вот, поэтому если кому-то будет актуально, обращайтесь потом, какие-то вопросы задавайте. Смогу что-то по этому вопросу, естественно, подсказать. Вот, опыт, в принципе, чтения лекций, занятий со студентами, вот, как я уже сказала, 6 лет. Мне это очень нравится, мне это очень заряжает, мне нравится делиться информацией, именно поэтому я, собственно, к рельсам и присоединилась, потому что хочу нести эту информацию в люди. Мы этому очень рады. У нас есть ты. Друзья, для тех, кто подключился только что, я небольшие вводные данные дам. Если у вас будут какие-то вопросы по ходу лекции, обязательно их задавайте, пишите их в чат, или потом в конце вы сможете задать их лично, подключив микрофон и видео, или только микрофон, мы будем рады вас услышать и увидеть лично. Я думаю, что мы можем начинать, у нас уже 50 человек, вот, мы немножко подождали. Так что я думаю, что ты можешь включать презентацию. Кстати, а ты будешь рассказывать что-то про то, есть вообще какая-то статистика о том, кто чаще попадает в созависимые отношения женщины или мужчины? Сейчас, секундочку. Ага. Да, мы вам об этом поговорим. Так, всё нормально, всем всё видно? Да. А то немножко с собой непонятно. Видно, слышно, отлично. Отлично, замечательно. Значит, созависимые отношения, да, но прежде чем приходить вообще к теме взаимоотношений между полами, между мужчиной и женщиной, хотелось бы рассказать о том, что вообще такое эмоциональная зависимость. Значит, в таком классическом литературном понимании эмоциональная зависимость развивается у людей, которые в каком-то смысле остановились в своём психическом развитии. Что конкретно под этим подразумевается? Что мы все, наверное, себя помним маленькими, когда мы появились на свет, естественно, мы не представляем своего существования без нашей матери, без её питающей груди, без которой мы, собственно, в этом мире вообще не выживем. Именно вот этот процесс является нормальным созависимым состоянием, в котором мы пребывали все, абсолютно все, и мы это прекрасно знаем, понимаем, может быть, даже помним. Но вот этот процесс сепарации или отделения от значимого, в данном случае, как правило, это материнская фигура, заканчивается как раз-таки формированием. Это состояние является болезнью окружения. Сейчас объясню, почему. То есть изначально эмоционально зависимыми считались люди, которые были пристрастны к психоактивным веществам. Естественно, их помещали в клинику для реабилитации, но уникально то, что после возвращения, после лечения, как бы те люди возвращали свою обычную среду в свою семью и попадали в обычные такие паттерны поведения, которые были характерны для вот этой домашней среды. И всё возвращалось вновь. То есть они вновь возвращались к тем психоактивным веществам, потому что условия существования абсолютно не менялись. Именно поэтому любая эмоциональная зависимость, после этого понятия расширилась, считается болезнью окружения. Но хочу обратить внимание, то что эмоциональная зависимость является на самом деле зарегистрированным психическим заболеванием. То есть на самом деле это всё гораздо более серьёзно, чем кажется на первый взгляд. Давайте немножко подробнее об этом. Существует определённая классификация вообще зависимого поведения. Естественно, первая большая группа, это всем известно, это те самые психоактивные вещества, алкоголь, наркотики и прочее. Не будем на этом останавливаться. Промежуточная группа – это группа пищевых зависимостей. Причём здесь не только переедание, здесь может быть и состояние вынужденного голода, то есть диеты и прочее, но на этом я тоже сегодня не останавливаюсь. Наша группа – это не химических или поведенческих зависимостей. В нашем случае это аддикция по-другому зависимость, зависимость от отношений. Причём она делится на любовную и сексуальную. И я вот уже на многих своих лекциях рассказывала, что существует такая вот, я знаю, это международная классификация болезней. Всё там протоколировано, всё записано, чем мы можем болеть, чем мы не можем болеть. И вот именно зависимость такая вот эмоциональная от партнёра включена в эту международную классификацию болезней. То есть это на самом деле настоящее заболевание. Помимо этого, помимо любовной, сексуальной, ну не буду говорить, чем одно отличается от другого, из названия так всё понятно, туда же входят азартные игры, трудоголизм, когда вот человек забывает обо всём, о том вообще, что такое жизнь, и работает круглосуточно 24 на 7. Туда же относятся в аддикции отношения, это спортивная аддикция, то есть все наши пресловутые, знаменитые фанаты, бодибилдеры. Далее это зависимость к покупкам, какие-то шапоголизмы, трата денег и прочее. Что интересно, сюда же относятся модификации тела, то есть это всякие персеры, тату и так далее и тому подобное. И различные технологические зависимости, то есть это телефон, компьютер, азартные игры и прочее-прочее. Вот из этих всех зависимостей, естественно, выделяются такие, скажем, социально приемлемые проявления этой зависимости. Вот любовные ли отношения, это одна из них. То есть проявляется повсеместно, не всем заметно, никто не догадается. Только сама пара и те люди, с которыми пара этим делится, своими проблемами. Ну вот и личности, которые все-таки страдают вот этим зависимым поведенческим поведением от другого человека, имеют определенную такую личностную характеристику, так скажем. Во-первых, первое, это, естественно, она не полностью фиксирована на своем партнере. То есть, грубо говоря, в этом мире вообще ничего другого не существует, кроме вот партнера. Только он и вообще он смысл моей жизни. Вообще без него жить не могу, и вот если он куда-то денется, моя жизнь тоже прекратится. Соответственно, он мой мир. Он — это я. Это моя жизнь, собственно. Вот. Те люди, которые вот действительно так считают, они не способны на самом деле любить самого себя. То есть их все внимание направлено на партнера. При этом у них отмечаются такие трудности восстановления собственной границы. Они не способны разделить между моим и чужим, чужое присваивают себе, и себя отдают полностью своему партнеру. Естественно, у них возникает проблема контролировать самого себя вот в этой попытке постоянно быть с объектом привязанности. И, кроме того, чтобы партнер-то был постоянно рядом, контролировать нужно не только себя, нужно контролировать еще и партнера. Где он? С кем он? Почему он не со мной? А почему он мне позвонил? А почему он мне позвонил всего один раз, а не 10 раз на дню и так далее и тому подобное? Почему он меня не пригласил с друзьями там в кафе? И примеров можно приводить бесконечно. Именно поэтому такие люди, они очень навязчивы, они названивают, написывают и прочее-прочее. Вот. Помимо всего вышеперечисленного, естественно, они тревожны, очень тревожны. Почему? Потому что боятся потерять своего партнера. Ну, все логично. Нет партнера, нет моего мира, нет меня. Уйдет партнер, я исчезну. Никто этого не хочет. Поэтому они контролируют, они очень тревожны и очень импульсивны в своих любых проявлениях. Потому что, если что, это вот конец жизни, грубо говоря. И для всех таких аддиктивных поведений, для всех зависимостей существует шесть таких универсальных компонентов. Естественно, первое – это особенность зависимости и возникновение сверхценной идеи в голове. То есть вот только оно и ничего более. Только вот он и никто другой. Естественно, изменяется настроение в зависимости, от наличия или отсутствия рядом вот этого партнера, моего пристально желанного объекта. Естественно, со временем растет толерантность, существуют симптомы отмены, как и с теми же самыми психоактивными веществами. Естественно, развивается конфликт с окружающими и с самим собой, потому что на самом деле где-то глубоко внутри каждый из нас всегда понимает, если он попадает в какую-то патологическую, психологическую ситуацию. Но очень часто мы сами себе в этом не признаемся, потому что в этом признаваться очень больно. То есть оно где-то настолько глубоко запрятано, что мы продолжаем, грубо говоря, жить на автомате, потому что так проще, так легче. И очень многие этим так и страдают, живут на автомате. Ну и, собственно, шестое, это вот рецидив, потому что каждый раз, даже вот если эти отношения, если мы говорим про созависимые отношения, если они разрываются, то человек попадает в точно такую же ситуацию, но просто с новым партнером. И вы знаете, мы как белка в колесе, крутимся в одном и том же до бесконечности, пока колесо не остановится, пока мы не сломаемся окончательно. Так, ну вот если говорить про эмоциональную зависимость, то в таком классическом понимании выделяют как бы два вида личности. Это созависимая личность и контрзависимая личность. Как правило, они друг с другом как раз-таки соединяются, как там плюс с минусом, как два магнита, как хотите, как две половинки, которые как раз-таки друг без друга и не могут. Вот. Ну, сначала остановлюсь на созависимом. Человеке и какие вот для него такие личностные характеристики, особенности выделяют. Ну, какие-то я уже сказала, тут вот дополняя о том, что у этого человека низкая самооценка. Вот. Он постоянно старается своего партнера ублажить, удовлетворить всячески. То есть он все для него делает, чтобы там партнер не хотел, он за него все сделает, и работы все сделает, и все, что хотите, сделает. И чтобы получить от него одобрение, чтобы сказали, какой ты хороший, какой ты замечательный, я без тебя вот жить тоже не смогу, потому что ты мне так много помогаешь, и так далее и тому подобное. Вот. Ну, если такая личность захочет, например, ну, в каком-то таком условном смысле отделиться, или, например, провести время не с партнером, а со своими друзьями, родственниками, да с кем угодно, главное, что не с ним, в этот момент он начинает испытывать чувство вины, что он как будто вот что-то партнера не додает, что-то вот как будто бы он не доделал, и не сделал, и вот с ним не остался. Соответственно, проводить время с друзьями, с родственниками, это вот никак невозможно. Ну, тогда такой партнер от всех своих друзей отказывается и проводит время только со своим, там, не знаю, девушкой, молодым человеком-кемпотителем. В общем, он ощущает, что вот свою любовь-то нужно как бы заслужить, именно поэтому он себя полностью отдает, чтобы вот эту любовь завоевать, потому что просто так любовь получить, ну, это нереально, это невозможно. Почему? Потому что самооценка низкая, я как бы любви, грубо говоря, недостоин. Вот, поэтому я должен быть самым лучшим, вот лучше, чем другие, потому что вот мой партнер может, например, меня с кем-то сравнивать, и я обязательно буду лучше, чем вот, например, вот та какая-то девушка. Я вот ему там все приготовлю, и так далее, и тому подобное. Вот, ну, про контролирование я уже говорила, что нужно контролировать себя и партнера, но контролировать не только поведение, контролировать нужно все, нужно контролировать и эмоции, нужно контролировать желания, и свои партнеры тоже, нужно их как-то предугадывать, чтобы быть тем самым лучшим партнером, чтобы меня-то не бросили, понимаете, вот, и если такая личность отказывается от контроля своего партнёра, вот где он там, с кем он там, и почему он без меня там пиво с друзьями пьёт, или не знаю, чем ещё занимается, неважно, вот тогда такая личность начинает испытывать страх, жалость к самому себе, что вот он такой беспомощный, оставленный, никому не нужный и неполноценный, то есть, ну, как я уже сказала, без партнёра он пустое место, грубо говоря, вот, и в эту пару созависимого всегда подключается, в классическом понимании подключается контрзависимый, то есть тот человек, который на самом деле стремится избегать отношений, то есть несмотря на то, что как бы включается, такую полноценную близость своему партнёру, созависимому партнёру, который в этой близости очень нуждается, он эту близость ему не даёт, и вот как бы один созависимый контролирует контрзависимого, а контрзависимый, в свою очередь, в таком классическом понимании, он обычно тоже зависим, но от чего-то другого, как правило, это алкоголь, то есть вот он бедный несчастный, там с друзьями где-то постоянно, простите, не каждую пятницу, а каждый день вообще, клубы, пиво или что-то покрепче, а созависимый, вот такой вот бедный несчастный, плачет дома, ждёт его, когда же любимый вернётся с этой пьянки-гулянки и прочее-прочее, и он его контролирует, названивает отчёты, вот туда вот ушёл и прочее-прочее, и своим поведением он как бы стремится снизить зависимость контрзависимого, к примеру, от того же алкоголя, потому что понимает, что это приносит очень много каких-то отрицательных влияний на того же контрзависимого, на которых я не буду останавливаться, но вот это стремление остановить зависимость, наоборот, обладает обратным эффектом, и эту зависимость закрепляет, потому что контрзависимость боится близости, и он как раз-таки убегает вот в эти какие-то шумные алкогольные компании от своего партнёра, в общем, чем больше созависимый бегает за контрзависимым, тем больше контрзависимый от него убегает, пока не убежит совсем, и такое действительно часто происходит. Ну, давайте дальше. Значит, признаки любовных аддиктов, значит, что всех вот этих людей созависимо, да, объединяет между собой, ну, как я уже сказала, вот эти вот доминантные мысли о партнёре в виде сверхценных и навязчивых идей, то есть они настолько его одолевают постоянно, круглосуточно, что он от этих мыслей вообще не может освободиться, то есть он чем бы ни занимался, там, работой, общением с друзьями, он постоянно думает о партнёре, вот, а что он, а где он, а чем он занимается, и так далее, и тому подобное. Вот, при этом, находясь в этом состоянии, он совершенно не может критически к нему относиться, то есть он считает, что это нормально, всё хорошо, вот, и живём дальше, грубо говоря. Вот, и в этих навязчивых идеях он, естественно, забывает о себе, вот, к примеру, у него есть какое-нибудь хобби, там, не знаю, любит рисовать, любит, не знаю, вышивать, там, кататься на велосипеде, ну, например, их можно приводить бесконечно, естественно, он всё это отводит на какой-то второстепенный план, и потом в конечном счёте вообще от своих хобби, увлечений отказывается, почему? Потому что первостепенная задача — это быть именно рядом со своим объектом привязанности, потому что только тогда я ощущаю себя полноценным, счастливым и любимым, и, самое главное, нужным. А вот когда я занимаюсь своими какими-то увлечениями, я вот нужен самому себе, ну, в тот самый момент я сам себе-то как раз-таки и не нужен, потому что я вот тустой, тустой внутри. И сейчас будем разбираться, почему на самом деле такое происходит, почему-то тустота внутри-то возникает. Вот, ну, как уже говорила, в пару подключается дикт избеганий, вот какие для него характерны проявления в отношениях, то есть он уходит, проводит время, повторяюсь немножко, в других компаниях, с другими людьми, и вот к своему любовному зависимому он относится очень-таки амбивалентно, то есть двойственно. С одной стороны, ему вот эти отношения очень важны, но он их избегает, потому что боится раскрыться, боится вот этой глубокой близости, потому что в каком-то смысле эта глубокая близость предполагает еще и ответственность. Вот, соответственно, такой человек использует все возможные методы психологического дистанцирования, это вот как там кошка с мышкой, вот они играются постоянно. Вот, теперь давайте разберем, какие бывают вообще типы вот этих созависимых любовных аддиктов, их достаточно много на самом деле. Вот первый тип, вот это такой навязчивый тип, они не отпускают своих партнеров, даже если их партнеры такие вот холодные, они держатся отстраненно, причем не только эмоционально, но и сексуально, потому что те самые партнеры боятся близости, и они зависимы от чего-то на стороне, ну вот, от того же алкоголя, ну это самое частое от алкоголя, а так вам может быть что угодно на самом деле. Вот, вторая группа любовных аддиктов, это созависимые любовные, это как раз те самые созависимые классические, с которых я начала, то есть они демонстрируют такую бесконечную заботу о своем партнере, чтобы быть тем самым незаменимым, потому что так как вот она мне там, не знаю, портфель на работу не соберет, так как она меня ужин не приготовит, и так как она и прочее, прочее. Вот, и все это делается для того, чтобы не быть брошенным. Вот, третий тип, это аддикта отношений, и они на самом деле своих партнеров вообще не любят, но и боятся их оставить, то есть они боятся перемен, и боятся остаться в одиночестве, то есть, грубо говоря, пусть будет кто угодно, вот лишь бы не одна, даже если я его не люблю, вообще не важно, вот есть кто-то рядом, и окей, как бы я счастлив, и вот живем дальше, и вот, вот, а страдают оба, да, и вот живут они в этом бесконечно. Вот. Четвертый тип, это нарциссический тип, знаете, такие вот обольстители, которые используют всевозможные свои влияния для того, чтобы соблазнить своего зависимого будущего партнера, вот, но они как бы с ним и играют, они его то соблазняют, обольщают, то воздерживаются с ним от контактов, то как бы дают конфетку в виде самого себя, грубо говоря, то забирают, и вот туда-сюда, туда-сюда, и перекидывают бесконечно. И почему все это тоже происходит? Потому что внутри вообще вот нарциссическое расстройство личности, вообще все нарциссы характеризуются тем, что внутри у них на самом деле низкая самооценка, но признаться в этом никому нельзя, себе в этом признаться, естественно, невозможно, и чтобы все это скрыть, нужно надеть вот такую маску грандиозности, что я вот такой вот великолепный, я вообще мачо, лучший мужчина на свете, или лучшая тут девушка в этом городе, и вообще лучше у меня никого нет. И вот они ходят вот с этим задранным носом, но на самом деле глубоко внутри там все очень плохо. Вот. И вот пока они в эту игру играют, то туда-сюда, то дал конфетку, то отобрал конфетку, 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 простите, заговорилась, быстро говорю. В общем, суть в том, что они остаются к своему партнеру равнодушны до того момента, пока не возникает угроза разрыва этих отношений, потому что второму партнеру когда-то все-таки это может надоесть, вот, и как только возникает вот эта угроза, он его опять начинает обольщать, и вот до бесконечности, туда-сюда. Вот. Пятый тип – это амбивалентный тип, и на самом деле такой тип – это самые настоящие медицинские психопаты. Вот. По классификации болезни, да, такие личности относятся к уклоняющемуся расстройству личности. Они желают любви, но при этом очень боятся интимности. Поэтому в отношениях не могут двигаться вперёд, то есть вроде как и вместе, но вот дальше шаг ближе к интиму они не делают, и вот стоят и ждут чего-то. Вот. Шестой тип, самый, наверное, интересный – это их так называют несущие факел, то есть те личности, которые очень навязчивы к тем, кто им доступен. Очень часто такое бывает после разрыва отношений, вот в итоге там пара разбегается, и один из них начинает, того, кто, например, бросил или решил расстаться, начинает его преследовать. Вот. Либо это может быть какое-то, знаете, такое домашнее страдание молчаливое, он как бы партнёра своего бывшего не достаёт, либо это самые настоящие активные какие-то действия в виде преследования, они вот их прям везде ждут, около дома, там на работу приезжают, домой приезжают, в дверь стучатся, названивают везде, написывают и прочее-прочее. И настолько это тоже всё патологически выражено, что это может продолжаться на самом деле годами. Вот годами они своего бывшего партнёра и преследуют. Ну, ещё раз повторюсь, эмоциональная зависимость от отношений – это заболевание, которое требует профессионального лечения, то есть сами вы с этим состоянием никогда не справитесь. Дальше продолжим. Это саботажники. Они разрушают отношения, когда их отношения становятся серьёзными, потому что они боятся интима, боятся близости, боятся глубины, боятся ответственности. Вот как только следующий шаг в отношениях наступает, они сразу всё отношения разрывают и создают новое. И так до бесконечности. Вот говорят же там про некоторых, там меняют девушек, меняют мужчины, и вот они так бесконечно этот паттерн поведения повторяют и не переходят на следующий этап, потому что дальше передвинуться, вступить на эту ступенечку им невозможно. У них нет на это ни ресурсов, ни способностей, ни энергии, вообще ничего. И продолжается это тоже бесконечно. Восьмой тип – это обольстительные аскеты. Они вас используют тогда, когда им нужен секс или тогда, когда им нужны дружеские отношения. Ну, если они чувствуют какую-то опасность, если вы там, например, начинаете от них что-то требовать, они вас избегают. Вот если саботажники, они сразу вас бросают, если что-то почувствовали не то, то обольстительные аскеты просто как бы вас избегают, держат на таком поводочке, грубо говоря, что-то что, поводочек потянули, опять вас притянули, там, секс получили, что хотели, получили. Вот, а потом опять убежали, ну, поводочек оставили. И вот, и так далее, грубо говоря. Вот, девятый тип – это романтические аддикты. Не так часто встречается такой тип, но такое тоже бывает, когда человек зависим сразу от нескольких партнеров, то есть не от одного. Вот, причем вот эта привязанность ко многим, она не совсем настоящая, вот она как бы псевдоэмоциональная. То есть, грубо говоря, у человека, там, не знаю, один-два дня, там, вообще пару раз его видел, и все настолько он к нему вот прикипает, что отцепиться не может. И таких много, таких несколько, и вот с этим он живет. Естественно, это ужас просто какой-то. Вот, как, собственно, диагностировать подобные состояния? Если кто-то из вас вообще подозревает, что вот он, ну, а по статистике все-таки это 90%, вот, здесь сколько нас сегодня, вот 90% из присутствующих в это состояние когда-то попадали или даже находится в нем прямо сейчас. В общем, как диагностировать, да? Существует, это вот, я привела пример, два иностранных теста, они на английском языке, кому интересно, как бы загуглите, это скрининг-тест любовной антикции, тест 40 вопросов на самодиагностику. Вот, в конце лекции приведу наш российский тест, на русском языке, точнее. Вот, теперь вернемся к самой эмоциональной зависимости, к тому, что один партнер пытается удержать другого в этих отношениях, отношениях естественных и дисфункциональных, они ненормальные, потому что человек теряет сам себя и теряет себя как личность. Вот, все это связано с тем, что нарушается нормальная привязанность, ну, как в детстве младенца от кого? От матери. Об этом чуть-чуть попозже. Вот, начну как бы со структуры личности, то есть мы ощущаем себя вот таким инфантильным, грубо говоря, ребенком, который вот в этой маме очень сильно нуждается. Вот, то есть есть какая-то потребность, которую нужно вот этому ребенку удовлетворить, естественно, эту потребность удовлетворяет мама в виде там питания и прочее-прочее. Вот, и если вот такая подобная фиксация сохраняется во взрослом состоянии, то, как я нарисовала на слайде, видит такого круга, и внутри находится ядро вот этой личности, оно является таким фобическим, то есть внутри глубинный неосознаваемый страх, настолько он глубокий, настолько он ужасающий, что вообще прикасаться к нему очень больно, и внутри вот этот ужас точно никому не хочется, поэтому оно сидит там очень глубоко. А сверху то, что понятно всем, и понятно даже часто самому зависимому и всем окружающим, этот вот самый так называемый инфантильный невроз. И вот сейчас вот эту структуру личности мы рассмотрим более подробно как для зависимого, созависимого, так и для контрзависимого. Вот посмотрите, созависимый, ну, наверное, многие все-таки знают про структуру нашей психики, про то, что выделяет самосознание, то, что мы понимаем, да, и то, что лежит подсознательно, вот эта большая глубина айсберга где-то глубоко внутри нас. Вот, и у созависимого в его понимании лежит страх быть покинутым, он это понимает, то есть он все делает для партнера, он все ему отдает, всего себя, все свои ресурсы, деньги, да все, что хотите, он все ему отдаст, продаст машину, дом, там, квартиру, в общем, все отдаст. Вот, почему? Потому что он боится, что его бросят. Быть брошенным, это остаться одному, это сравни смерти. Вот, но на подсознательном уровне лежит гораздо больше, лежит там страх интимности. Почему? Потому что в достаточно близких отношениях нужно быть, грубо говоря, самим собой. А быть самим собой, это значит то, что не каждый тебя сможет принять. Кто-то сможет осудить, кто-то как-то вот наругать и вообще не понять. И если партнер с таким тобой настоящим все-таки соприкоснется, вот, и ему это не понравится, то есть ты не будешь для него удобным, будешь иметь какие-то другие взгляды на какие-то представления о мире и прочее-прочее, если ты будешь выражать свое мнение, вот он будет несогласен, и вот из-за этого он тебя бросит. В результате нужно быть удобным, нужно быть покорным, только для того, чтобы партнер не ушел. И это говорит все о том, что такой созависимый, он не в состоянии переносить здоровую близость, то есть он не в состоянии быть самим собой в этих искренних, глубоких отношениях, то есть показать свою личность и открыться, то есть какой я настоящий. Ну вот из-за того, что он вот это прячет, он сам часто не знает, какой он настоящий, и вот оно где-то там глубоко сидит и кричит, потому что хочет вырваться, потому что я настоящий, но всегда хочет себя проявить, это как бы от этого не убежать, вот, и в итоге все страдают. Вот, давайте дальше. Теперь контрзависимый, как я уже говорила, он как магнитом притягивается вот к этому созависимому человеку, и у него на поверхности лежит то, что он боится интимности, как раз это проявляется тем, что он из этих отношений убегает в другие компании, в алкоголь, в друзей, там, куда хотите, в эти вот шумные пятничные посиделки, вот только не с партнером. То есть на поверхности не хочу быть с ним близок, совершенно близок, да, и тогда он убегает. Вот, а как зеркало в глубине подсознания, у него как раз-таки, обратите внимание, действительно, как зеркало, да, лишит-таки страх быть покинутым. То есть поскольку они друг друга зеркалят, они вот именно поэтому как магнит и притягиваются. На самом деле так работают во всех отношениях между мужчиной и женщиной. То есть наш партнер — это всегда наше зеркало. То есть что мы в себе не понимаем, посмотрите на партнера, много чего поймем. В общем, и контрзависимый, поскольку он боится потерять свободу и оказаться под контролем, вот он убегает, но боится быть покинутым и поэтому держит дистанцию. Вот как я приводила пример с этим поводочком, да, то есть должна быть дистанция, потому что если дистанция будет сокращаться, да, то близость будет глубже, близость будет сильнее, вот, и если вдруг из пары эту близость кто-то не сможет вынести, тогда опять-таки отношения разорвутся, и вот его покинут, его бросят, ничего хорошего. В общем, как я уже сказала, они как магнит притянулись, и вот вместе играют в такую называемую игру друг с другом. Ну и давайте вообще рассмотрим норму. Такую норму, не знаю, так бывает вообще, но все-таки, значит, если вот встречаются два таких полноценных, здоровых человека, здоровые две личности, то есть я и он, или вот она, в зависимости от того, кого мы выбираем, всякое бывает. В общем, и мы в этих отношениях формируем, естественно, как вот я объединила, эти два окружочка, да, какую-то общую такую зону, то есть у нас появляется общее времяпрепровождение, какие-то совместные увлечения, и так далее, и тому подобное, мы вместе там куда-нибудь входим, катаемся на велосипеде, там, не знаю, кушаем, все, что хотите. Да, и вот хочу обратить внимание на то, что, естественно, у нас у всех разные увлечения, разные предпочтения, и прочее, прочее, естественно, когда мы вступаем в отношения, в близкие, и если мы действительно принимаем своего партнера, вот я здесь написала, что принятие, это не значит разделение, то есть если ей там нравится вышивать, это не значит, что мы вдвоем должны сидеть вышивать, если ему там нравится, не знаю, заниматься бегом, а вы не любите бег, это не значит, что мы вдвоем обязательно должны бегать каждое утро в 5 утра, потому что это насилие над собой, над своим партнером в том числе, то есть принятие, это не разделение, это уважение, то есть если он хочет в 5 утра бегать, пускай он идет в 5 утра бегает, и не надо его как бы остадавливать, ограничивать в этом, то есть любить на самом деле, принимать это, это уважать другого, уважать его выборы, а вот если он уже, там кто-то говорит, нет, нельзя, это уже не про любовь, это уже как раз-таки про созависимость, потому что без него я никто, и не важно, что он там хочет, главное, чтобы он был рядом, и был таким, каким мне удобно быть, в общем, ну вот так вот, по такому принципу, в нормальных отношениях мы функционируем, нечто какое-то общее, вот такое ядро между нами образуется, то, что нас может объединять, какие-то совместные дела, увлечения и прочее, прочее, но если вдруг вот такие вот нормальные, здоровые личности все-таки расходятся, да, ну всякое бывает, вот, образуется такая вот зона пустоты, грубо говоря, то есть вот то, что было общее, оно из горизонта нашего улетучивается, исчезает, просто бьется о землю, то есть вот эти все совместные занятия, совместное времяпрепровождение, его больше нет, вот если вот, не знаю, каждый вечер вместе, не знаю, смотрели сериал, и вот теперь партнёра нет, и каждый вечер, это там два пустых свободных часа, и вы не знаете, чем себя занять, ну, примеров бесконечно можно, да, приводить, то вы ощущаете вот эту самую пустоту, потому что было так, партнёра нет, стало по-другому, стало пусто, стало одиноко, стало больно, и непонятно, что делать, и вот эту пустоту все пытаются как-то заполнить, кто как умеет, кто тем же самым алкоголем, кто новыми отношениями, сразу бегут там, ищут себе нового парня, девушку, ради просто секса или не секса, как угодно, то есть главное, чтобы не чувствовать вот эту боль расставания, вот, но нормальные здоровые личности, на самом деле, они поступают не так, а они себя восстанавливают, то есть формируют какие-то свои планы новые, проекты, какие-то вот те же самые увлечения, хобби там, провести время с друзьями, и прочее, прочее, то есть они не заливают вот эту пустоту, лишь бы чем заполнить, грубо говоря, вот что есть в округе, неважно что, я вот туда вот запихаю, положу, и будет мне вроде как нормально, но на самом деле нет. Кто-то что-то хочет спросить? Наверное, у кого-то случайно включился микрофон. А, ну ладно, продолжим. В общем, здоровая личность, она все-таки себя сначала восстановит, восстановит свою структуру «я», и сможет ответить на вопрос вообще, кто я, что я из себя представляю, вот, и прочее, прочее. И только тогда можно вступать, грубо говоря, в новые отношения. А многие из нас этого не делают, они вот от одного бегут к второму, потом сразу к третьему, десятому, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И теперь примеры, если вообще вот в эти отношения изначально вот такие вот половинки приходят, например, после предыдущих, когда вот ты себя не восполнил, или изначально вот такие вот половинки были, да. И вот эти половинки, естественно, любая половинка хочет быть целой, потому что не быть целым, это вообще не жизнь. И для того, чтобы быть целым, нужен он. Вот он нужен, неважно даже, не всегда важно, какой, главное, чтобы он был, тогда я вот свой вот этот кружочек восполню, дорисую и стану полноценной личностью, вот, и тут нюанс такой, что вот зона вот этого влияния, она всегда больше, чем изначально человек с ней пришёл, то есть обратите, какая вот эта зона заштрихованная, что она гораздо больше, потому что вот и как бы желание обрести и дорастить себя, она с каждым разом вот у этих половинок всё выше и выше, из этих отношений с каждым разом становится, то есть она каждый раз растёт, в общем, зона вот такая вот огромная, и представьте, что будет, если они разойдутся, то есть это не вот такие вот уже какие-то полукружочки, а это уже будут полумесяца, а что будет, когда потом они разойдутся, вообще ничего не останется, понятно, да? Вот, и теперь такая вот ситуация, когда здоровый человек, да, встречает созависимого, то есть он здоровый, он полноценный, он знает свои границы, знает, что он хочет, знает, что он любит, он вообще сам собой счастлив, ему самому собой комфортно и прочее, прочее. И появляется вот эта половинка, а половинке для счастья нужна ещё половинка, и вот эту он половинку ворует у здорового, то есть он как бы её вот ест, наседает, грубо говоря, стрелочка показала, что он двигается вот на эту здоровую часть, и вот как бы, грубо говоря, действительно сжирает. А здоровый человек это начинает чувствовать, что что-то не так, что вот у меня что-то воруют вообще, и рядом со мной непонятно, что находится. И, как говорят многие психологи, вот такие отношения, здоровые, созависимые, прекращаются приблизительно где-то через год, потому что здоровый понимает, что вообще какая-то беда происходит, и он от созависимого, естественно, убегает. А вот если встречаются два созависимых, они могут быть в этих созависимых отношениях бесконечно долго, годами. Так, ну давайте дальше. Ну вот я говорила о том, что вот эти пары созависимых партнёров, они как будто бы играют в какие-то роли, как будто бы играют в какую-то игру, и, естественно, легко догадаться, что в этой игре они получают какую-то выгоду. Давайте разберёмся, какая выгода. И я тут хочу вспомнить о, наверное, многим известном треугольнике Карпмана. Спасатель, преследователь и жертва. Наверное, очень многие про это слышали, очень подробно не буду останавливаться, но вот кому интересно, почитайте. Но сам созависимый является вот тем спасателем, то есть я приду, я помогу, я всё отдам своему партнёру, всё для него. Даже если у меня помощи не просили, это не важно, а всё почему, чтобы получить то самое признание, чтобы сказали, какой я молодец, какой я хороший, какой я нужный. То есть нужно быть нужным. В общем, хочет быть нужным. И если он это признание не получает, он же всё больше отдаёт, больше всё делает, с каждым разом, с каждым днём туда-сюда, и не получает это признание. И вот если он не получает это признание, он начинает плакать, ну как же, я же так много для него делаю, вот я всё там для него делаю, всё делаю, всё отдал. А он меня всё равно не любит, ничего мне не гладит, меня по головке и прочее, прочее. И тогда в этот момент он сможет поменять свою роль и стать тем самым преследователем или жертвой. То есть если он станет преследователем, то он будет своего партнёра во всём обвинить, то есть вот ты виноват, я тебя буду обвинять, я буду на тебя злиться, потому что ты вот вообще центр, эпицентр всех бед, вот, а если он выберёт роль жертвы, то он будет себя жалеть, я такой несчастный, я так старалась для этих отношений, ничего в итоге не получил. И эти роли бесконечно друг с другом меняются, но важно то, что каждый в этой системе, эта система имеет какую-то выгоду, то есть спасатель созависимый хочет признания, например, контрзависимый, который зависим, например, от алкоголя, он такой бедный, несчастный, не может от этой алкогольной, к примеру, зависимости избавиться, он вот эта вот жертва. Ну и очень часто, да, вот, наши российские семьи, там, пьющие мужчины и спасающие его бесконечная жена и так далее и тому подобное. Но, повторюсь, алкоголь – это один из примеров зависимости, контрзависимого может быть любая, любая другая. Вот, ну, этапы вот этого аддиктивного отношения включают в себя три этапа, значит, тогда, когда аддикт избегания или контрзависимый, он производит впечатление на любовного аддикта или созависимого, то есть он его, грубо говоря, как бы соблазняется, да, вот, ну в итоге они там соединяются, пара образуется, начинают встречаться и прочее-прочее, вот, и у них начинается такое фантазирование о том, как могут сложиться их отношения и прочее-прочее, вот, и, естественно, у каждого из них были какие-то свои фантазии до вступления в эти отношения, и он пытается эти фантазии связать, ну, то есть ожидает одно, а получить эти ожидания не может, потому что партнёр-то, он немножко не из вашей какой-то такой внутренней фантазии, он реальный, он другой, и он не обязан, как бы, оправдывать ваши ожидания, поэтому любовный аддикт созависимый, потому что он что-то хочет, повышает свои требования, требования, а аддикту избегания или контрзависимые, естественно, очень неприятно, то есть от него что-то хотят, от него что-то требуют, а что-то вообще от меня хочет, вообще тогда уходит, ну, вот это такое классическое развитие, в общем, он потом уходит, пара распадается, и созависимый начинает понимать, что, ну, в лучшем случае не всегда так происходит, не всегда понимаем, в лучшем случае начинает понимать, что что-то всё-таки не так, а почему всё происходит, потому что нет признания права на собственную жизнь, то есть он не может проводить там время с друзьями, он должен быть постоянно только со мной, ой, вот я сижу дома, вышиваю, он должен сидеть тоже со мной рядом, смотреть, как я вышиваю, допустим, вот, какие факторы способствуют развитию такого поведения? Ну, естественно, всё из семьи, всё из воспитания, очень многое, допустим, да, то есть это какая-то тревога в детстве, это эмоциональное напряжение не только ребёнка, эмоциональное напряжение матери, потому что всё, все эмоциональное состояние матери, всегда перекладываются на ребёнка, это неизбежно, то есть какие-то психологические травмы, ну, вот сразу хочу обратить внимание, что можно считать психологической травмой, то есть это состояние, это какое-то событие, которое очень сильно переполняет нас эмоциями, возбуждением, эмоциональным возбуждением, с которым мы не способны справиться, и вот тогда это событие становится именно психологической травмой, то есть это не обязательно, что должен быть кто-то бьющий, пьющий и так далее и тому подобное, то есть это может быть что-то другое, то есть всё зависит от нашего восприятия. Вот, ну, дальше это какие-то особенности личности, которые я, в принципе, уже рассказывала, то есть какие-то обвинения, тревоги, страхи, уход от ответственности, комплексы собственной неполноценности, что я какой-то не такой, какой-то корявый, меня вообще никто любить не будет, только он, и поэтому я буду только с ним, и никто меня другой никогда себе там пару не возьмёт. Вот, ну и социальные факторы, это какая-то дискриминация и прочее. Вот, хочу остановиться на антифункциональных семьях, какие характеристики характерны для таких семей. Первое, это отрицание проблем, поддержание иллюзии тогда, когда у кого-то всё-таки эти проблемы есть, но все говорят, ой, да всё нормально, что ты тут вообще выдумываешь, то есть, знаете, такое обесценивание даже с какой-то стороны. Вот, следующее, это вакуум интимности, когда происходит так называемая изоляция семьи, то есть никто никуда в гости не ходит, и все фиксированы друг на друге, то есть такая, знаете, как закрытая система получается. Вот, третье, это замороженность правил и ролей, какие-то требования, вот, например, папа главный, вот как он сказал, только как он сказал, так и будет, ну и прочее, прочее. Какие-то конфликты и взаимоотношения, на этом даже не буду останавливаться, это всё понятно. Вот, недифференцированность «я» — это важно именно с точки зрения какой-то эмоциональной дифференцировки в том числе, то есть, вот, пример, если мама сердится, то сердятся все. Ну, это как бы тоже зависимость, то есть, как такое, да, возможно. Ну, какие-то границы, либо их вообще нет, либо они очень глухие, поддержание какого-то псевдоблагополучия, то есть проблемы есть, но все улыбаются, говорят, у нас всё хорошо, всё окей. Вот, про закрытую систему уже говорила, какие-то полярные чувства, и контролирование, бесконечное контролирование, например, родителей, со стороны родителей, там, своего ребёнка, но и не про то, когда он маленький, а когда уже достаточно всё-таки на себя может положиться, его всё равно продолжают контролировать, не знаю, там, лезть в телефон и прочее, прочее, читать сообщения и тому подобное. И обязательно нужно остановиться на процессе сепарации, о котором я немножко упоминала, это как раз-таки процесс отделения, да, вот, ребёнка от значимого, важного взрослого, ну, то есть от родителей, ну, как правило, всё-таки это мама. Вот, ну, вот тут пример с якорем и прочее, прочее, давайте немножко вот про сепарацию поговорим, то, что сепарация от родителей, это не значит, что нужно уехать, там, за тысячу километров в другой город, сменить номер телефона, и тогда вот вы отделитесь от своих родителей эмоционально, имеется в виду. Нет, так не работает. Вот, эмоциональная зависимость предполагает совершенно другое, и вот этой сепарации, её нет, если, например, не соблюдаются границы, да, когда родители навязывают какие-то свои правила, учат вас, вот, как жить, жить надо только так, и никак иначе, и всё, что ты делаешь, это вообще какая-то ерунда, фигня. И вот нужно учиться именно в этом университете, нужно получить именно эту специальность, нужно жить именно в этом городе, в том городе нельзя, ну, и так далее, и тому подобное. То есть тогда, когда они ещё и названивают несколько раз на дню, то есть вас контролируют, проверяют, а где вы, о чем вы занимаетесь, а с кем вы общаетесь, и так далее, и тому подобное. То есть тогда, когда они дополнительно ещё и требуют, чтобы вы участвовали в их жизни, Но при слове, что они здоровы и жизнеспособны, то есть не то, что у них какое-то тяжелое соматическое заболевание, они, естественно, не способны как-то справиться, тогда они нуждаются в вашей заботе, но я подчеркнула, что забота — это неравна опека. Вот. Плюс, если вы ощущаете, что вы постоянно что-то делаете, ущерб себе и своей жизни, и если вы отказываетесь от помощи, вы испытываете какую-то вину, то есть я вот не помог, хотя они могли и сами справиться, то есть я вот оказалась каким-то таким плохим сыном, плохой дочерью, и вообще ужас какой происходит, вот, тогда, когда вы постоянно стараетесь соответствовать ожиданиям, то есть быть не собой, а быть тем, как бы, ну, тем, ждут родители, говоря, вот ждут, чтобы вы там были, не знаю, врачом, а вы не хотите быть врачом, ну, и понятно, да. Вот. Какая бывает сепарация? Как я повторилась, это не уехать в другой город. Первое — это эмоциональное, то есть вне зависимости от одобрения способность сделать свой собственный выбор, в зависимости от своих собственных каких-то убеждений, то есть то, что вам нравится, не знаю, даже банально, какую еду вы предпочитаете кушать. Дальше, ценностное — способность иметь свое личное мнение, да, и озвучивать его в присутствии родителя, ну, не только ее озвучивать, многие же, как бы, молчат, прячутся, потому что боятся осуждения и прочее, прочее, но еще важно делать так, как вы сами считаете нужным. Вы считаете, что вот эта работа вам не подходит, нужна другая? Ну, это ваш выбор, нужно нести ответственность за свой выбор в том числе. Дальше, функциональное, да, то есть это способность о себе позаботиться, то есть это и материальные, в том числе и эмоционально-психологические, прочие-прочие виды заботы. И последнее, конфликтное, это способность поругаться и не испытывать после этого чувство вины, то есть не разрушать себя этим чувством, что я вот поругался, я такой плохой сын или дочка, и как я вообще мог так поступить? А все потому, что, на самом деле, у вас, допустим, разные мнения на какие-то аспекты жизни, и это нормально. Дальше. Вот форма зависимой реализации, то есть то, что человек, грубо говоря, выбирает себе в зависимость, она является спонтанным решением. То есть один там алкоголь, другой там психоактивные какие-то другие вещества, а третий вот себе в пару созависимых отношений. То есть это спонтанно, никто не знает, как на самом деле получится, но важно то, что все это сформировано в рамках созависимого личностного расстройства. То есть все это, все, о чем я говорила, это то самое зависимое личностное расстройство. И все это, будь то алкоголь, будь то что-то другое, имеет отношение к раннему опыту покинутости и разлуки. Вот смотрите, тут видите маленький ребеночек лежит, как раз-таки, мне кажется, такой самый яркий пример, например, те же самые семимесячные, недоношенных, которых забирают сразу же от матери, от груди, вот, и держат их вот-вот там. Это на самом деле серьезная психологическая травма, потому что они вот, я не буду говорить, как они себя ощущают, этого я точно знать не могу, но на самом деле проведены исследования, что раннее отлучение при рождении ребенка от груди имеет психологические всегда последствия. То есть ребенок должен быть как бы сразу в контакте после рождения с матерью, вот, первый вот этот контакт с грудью, он очень важен, и вот важно не лишать его этого. Вот, ну, что относится к такому вот зависимому именно вот этому расстройству личности, но именно зрелой личности, то есть мы не говорим сейчас про детишек, да, которые, ну, имеют нормальную зависимость, это нормально. Вот про взрослых, то есть это пассивное подчинение, это страх перед одиночеством, и поэтому постоянный поиск отношений, то есть они не могут быть между отношениями одни, постоянно можно взять партнер, неважно какой, там, хромой, убогий и прочее-прочее, важно, чтобы кто-то был рядом. Вот, они ощущают себя беспомощными, какими-то некомпетентными, несостоятельными, грубо говоря, без ногами, без руками, которые вот без этой руки-ноги в виде партнера жить-то и не могут. Они пассивно со всем соглашаются, почему? Потому что ощущают, что мир опасный, и для этого выживания ему нужен кто-то, защитник, спасатель. Вот, это, как правило, объект аддикции. У них слабая реакция на повседневные требования жизни, у них очень сильная тревога за будущее, то есть они, уже сто раз повторялось, боятся остаться одни, и поэтому постоянно об этом думают. Это что будет, он меня бросит, я буду одна, какой ужас. Это на самом деле ужасно. Внутри них они именно так это и чувствуют, как катастрофу, как трагедию, как, не знаю, разрушение всего мира. То есть это конец, абсолютный конец всего. Вот, у них часто может отсутствовать активность какая-то интеллектуальная, эмоциональная. Они часто перекладывают ответственность и, как правило, покорны. Хотят, ждут, иногда даже требуют какой-то заботы. И всё это всегда сопряжено с высокой тревогой, поэтому присоединяются всевозможные тревожные расстройства, какие хотите, какие знали, слышали. Это всё сюда же относится. Вот. И очень часто из-за всех этих тревог и различного страха они уходят от действительности. Всеми возможными способами, там, я не знаю, круглосуточно сидеть, смотреть сериал месяцами напролёт, это вот пример ухода от действительности. Я говорила о том, что, как правило, это эмоциональная такая созависимость, последствия нарушения нормальной привязанности. И вот расскажу вам немножко про теорию привязанности Джона Болби. Проводили, значит, такой эксперимент, значит, через, значит, ребёночка помещали в какую-то игровую комнату, в новую для него игровую комнату. То есть он должен, естественно, его как-то, поскольку помещение новое, он его как-то исследует, он находится там с мамой. Каждое новое действие меняется через три минуты, всего их восемь. То есть сначала поместили в комнату, вот, потом ему дали новую игрушку, смотрят на реакцию, как он на эту новую игрушку реагирует. После в комнату заходит незнакомый мужчина, и он стоит в стороне, опять-таки наблюдают за реакцией. Ещё через три минуты этот знакомый мужчина меняется местами со своей матерью, и, ну, предлагается, чтобы ребёнок поиграл с ним. Три минуты проходят, мама уходит из комнаты, ребёнок остаётся один с незнакомым мужчиной с игрушкой. Проходит ещё три минуты, мама заходит обратно, вот, и проходит ещё три минуты, и мама уходит с мужчиной вдвоём, ребёнок остаётся один в незнакомом помещении с этой игрушкой. Проходит ещё три минуты, и мама возвращается. И что самое важное? Важно было отследить именно реакцию этого ребенка на уход мамы и на возвращение мамы. И в зависимости от разницы этих реакций выделили три типа привязанности. И вот первый тип привязанности, вообще всего их три, надежная, амбивалентная, избегающая. В зависимости от ощущения безопасности, интереса к исследованию окружающего мира, это та самая игрушка и тот самый мужчина. И реакция на уход и возвращение значимого другого, это та самая мама наша. Вот первое, это надежно, то есть надежная или безопасная привязанность. Тогда, когда мама уходила, такие дети, они расстраивались, они могли плакать, могли не плакать, но они точно расстраивались, когда она уходила. А когда она возвращалась, они были очень рады ее возвращению, они к ней тянулись, стремились быть рядом, стремились быть с ней. А в тот момент, когда ему предлагали исследовать новое пространство, новую игрушку, он занимался этим, то есть он исследовал новое, но отправной точкой была мама, то есть от нее можно было оттолкнуться, отойти. И он, грубо говоря, на нее обращивается, понимает, что она рядом, чувствует себя в безопасности, что все хорошо, и тогда, окей, я пошел исследовать это незнакомое пространство вокруг. Но важно понимать, что мама рядом. Тогда безопасно, тогда надежно. И вот этот первый тип надежной привязанности, он наиболее адаптивный, вот, тогда, когда родители доступны и предсказуемы. Мы знаем, что мама вернется, мы знаем, что мама рядом, мама всегда поможет, и так далее, и тому подобное. Вот. У таких детей сформировано доверие к той самой маме и интерес, естественный интерес к происходящему, новому происходящему вокруг. То есть он занимается вот этим исследованием. Вот такой самый благоприятный тип, но, мне кажется, не так часто встречающийся. Хотя, вроде, по статистике 65 процентов, как-то так. Вот. Второй тип – это тревожно-устойчивый или амбивалентный небезопасный тип привязанности. То есть тогда, когда мама уходила, такой малыш испытывал гнев, что мама его покинула. А тогда, когда она возвращалась, он был, знаете, такое амбивалентное отношение, он мог быть одновременно расстроен, он мог одновременно плакать, не хотеть идти на ручки, вот, он мог её отталкивать, как бы сопротивляться, вот. Но при этом одновременно внутри себя он, как бы, наоборот, хочет быть с ней, понимаете? Вот именно поэтому она называется амбивалентным, вот, поэтому на этой фотографии вот этот ребёнок, который вцепился в своего родителя, то есть он сопротивляется, но он хочет быть с ней, вот. Почему такое происходит? Изначально потому, что такой малыш испытывает высокую сепарационную тревогу, то есть он предполагает возможную потерю объекта, то есть то, что эта мама уйдёт, она к нему не вернётся, всё, мама больше не будет, именно поэтому такие непонятные реакции, непредсказуемые реакции. И из-за этого страха, страха потерять вот этот важный объект в виде материнской фигуры, он склонен контролировать поведение. То есть, например, когда ему вот в этой комнате нужно исследовать какие-то новые объекты, там, новую игрушку, да, он этого не делает, он от мамы вообще не отойдёт, он будет стоять рядом с ней. Вот, очень часто такое происходит при гиперопеке, тогда, когда вот сумасшедшие тревожные родители настолько вот контролируют сами своих детей, куда бы он там не пошёл, не упал и прочее-прочее. И в итоге такой ребёнок будет склонным контролировать поведение в будущем, да, когда вырастет своего партнёра, то есть он как раз-таки будет потом в этих созависимых отношениях. Вот, и третий тип – это тревожно-избегающая небезопасная привязанность. У таких малышей тогда, когда мама уходила, они вообще не плакали, не огорчались, сделали вид вообще, как бы, что они на это никак не отреагировали, то есть как будто бы безразлично ушла моему и ушла, и как бы ничего страшного. Вот, и когда она возвращалась, они тоже её игнорировали, то есть они её избегали, они даже вырывались, если мама хотела к ним приблизиться. То есть, грубо говоря, в обеих этих случаях при разлуке они демонстрировали избегание. Почему? Потому что внутри они не испытывали, что мама может быть вот той самой поддержкой. Они испытывали нечто другое, то есть какую-то угрозу быть отвергнутым или вот, например, поглощённым, уничтоженным. Такое происходит тогда, когда родители хронически не удовлетворяют потребности ребёнка. Вот он плачет и пускай там плачет, дальше к нему даже никто не подходит, грубо говоря. И тогда такой вот малыш чувствует себя эмоционально заброшенным. Вот, и в будущем он будет как раз-таки склонен уже к контрзависимому поведению. То есть, если предыдущий был созависимый, то вот этот будет контрзависимый. Почему? Из-за ощущения собственной ненужности. И вспомнить, я на слайде как раз зеркально показала, у кого какой страх на поверхности, а какой в глубине. И вот это как раз-таки отсюда и вытекает. Вот. Пойдём дальше. Хочется вспомнить про знаменитые стадии психосексуального развития по Фрейду. Все об этом знают, все об этом слышали. О том, что удовлетворение наших лебеденозных желаний происходит с течением нашего развития. И связано это с какой-то телесной зоной. То есть, первая – это оральная стадия, это 0,18 месяцев, естественно, это наш род. Это тогда, когда мы сосём материнскую грудь. И в тот момент чувствуем вот эту вот заботу, любовь, удовлетворение, даже возбуждение. Вот. И в этот момент все мы характеризуемся той самой инфантильной зависимостью от этой самой питающей, очень важной материнской груди. Вот. Ну, с течением развития, пройдя вот эти все вышеперечисленные фазы, стадии на слайде, мы приходим к генитальному периоду полового созревания, и когда в норме должна развиться зрелая зависимость. Тогда, когда мы способны отделить себя от объекта и сохранить дифференцированные отношения, объекты отношения с другим человеком. То есть, вот тогда, когда мы сосём материнскую грудь, в начале, в первые полгода, мы вообще не понимаем, кто я, кто мама, кто грудь, чья грудь, ничего не понятно. И только потом с развитием мы понимаем, чья это грудь, что грудь это не моя, а мамина. А ещё эта грудь не всегда доступна. То есть, я хочу есть, я плачу, потому что я хочу есть, а мама мне эту грудь не даёт, потому что сейчас там другие какие-то условия, она не может мне эту грудь дать. Я начинаю на эту грудь злиться и прочее, прочее. В общем, тогда, когда происходит, вот видите, я выделила именно оральную стадию, тогда, когда происходит фиксация на этой оральной стадии, это может приводить как раз-таки к развитию созависимых отношений. Вот что значит оральная фиксация? Это та самая какая-то, так скажем, травма, ну, как я уже говорила, травма – это какое-то перевозбуждение, с которым мы не способны справиться. И вот оральная фиксация, она связана либо с резким отнятием от груди, а как так, куда моя грудь делась, потому что я без груди-то жить не могу, да, либо это чрезмерно длительное вскармливание, то есть я настолько сильно прикипел к этой груди, и что я тоже без этой груди справиться и жить вообще не смогу. Вот, и тогда такой вот человек как бы таким вот поглощением потом в итоге занимается, то есть вот эта грудь, и ему так мало этой груди, и нужно вот в себя поместить эту грудь, вот. Ну, тут как раз пример с этим слиянием и поглощением, да, как там одна рыба других съела. Вот у взрослого вот эта оральная фиксация в попытке контролировать, да, выражается в виде заедания, потому что тогда, когда я сосал грудь, мне было хорошо, мне было тепло, я была в безопасности, а во взрослом состоянии груди нет, и тогда я буду есть, тогда я буду пить, тогда я буду курить, ну, понятно, роты. Вот, и в плане наших созависимых отношений это тоже самоудержание любовного объекта привязанности, то есть та самая питающая грудь, тот самый второй объект этих созависимых отношений. Вот, и вообще согласно Фрейду и его школе предложено несколько типов структур характера, я вот остановилась на оральном, в зависимости от точек фиксации все эти стадии здесь расписаны, я на них не буду остановиться, потому что этому можно посвятить вообще отдельную лекцию, нас интересует именно оральная, тогда, когда мы ждем нашу грудь ту самую. Вот, и выделили орально-пассивный характер или орально-рецептивный, грубо говоря, когда вот мы вот этот рот-то открыли и эту грудь ждем. Вот, и такой объект, такой зависимый, он стремится в другом объекте, который будет замещать ему маму, вот ту самую-то грудь. И этот объект должен быть, естественно, всегда готов прийти на помощь. Чуть что, вот он прибежал, не обязательно чем-то конкретным помог, главное, чтобы был рядом, вот рядом, и мне сразу спокойно. Вот, и тогда такой человек может стать пассивным, вообще бездеятельным, либо здесь бы был кто-то, питающий его. Вот. Если переходить на такой современный лад, то выделяют следующий тип зависимого характера по Стивену Джонсому, такая идеальная пара, вот вначале я говорила про созависимых и контрзависимых, а в современном понимании это оральный характер и симбиотический характер. Вот остановимся сначала на оральном, ну как раз такое немножко продолжение по Фрейду, и питание для такого человека становится метафорой всех его отношений. И если вот очень, тут как бы стоит обратить внимание, что если среда невозможно удовлетворить, не может удовлетворить потребности ребенка, то есть вот этой груди нету, а кушать-то хочется, то тогда такой ребенок будет постоянно себя чувствовать неудовлетворенным, недокормленным, что ему что-то недодали, вот недопитали и прочее, прочее. И казалось бы, с одной стороны, можно было бы предположить, что такой человек стал бы слишком требовательным. Груди нет, значит, дай мне грудь. Но нет. Происходит парадоксальная вещь. Итог такого состояния приводит к самоотрицанию, то есть к снижению чувствительности к собственным потребностям. То есть я хотел кушать, грудь не получил, и тогда вообще кушать неважно, кушать не надо. Ну понятно, что питание – это метафора, это может быть все, что угодно в возрослом состоянии. Вот. И когда такой человек испытывает какие-то потребности внутренние, психологические потребности, не знаю, там в общении с друзьями, например, все, что угодно, в этот момент он начинает испытывать вину, потому что хотеть что-то нельзя. Это запрещено. Вот. И право на удовлетворение его каких-то потребностей возникает только тогда, когда вот дискомфорт становится настолько сильно невыносимым, что вот если вот не произойдет то самое питание, он вообще тогда умрет. И такой человек всегда терпит, очень долго-долго-долго терпит, да, самой критической последней точки. Вот. И он, уже повторялись, именно он стремится угождать, ублажать, удовлетворять надежды на благодарность. Вот. Потому что быть брошенным и быть неудобным. Быть собой нельзя, быть неудобным нельзя, нужно быть удобным. Понятно, да? Второй тип, это идеальная пара для первого орального, второй – это симбиотический. Главная задача для такого характера – это отделить себя от других. У такого ребенка очень тревожные родители. И они сами очень сильно беспокоятся тогда, когда ребенок отделяется. То есть они его настолько сильно не хотят отпускать, что может происходить абсолютно все, что угодно. Вот. И ребенок, естественно, переживает, ну как так вот мои родители так сильно обо мне беспокоятся? И он начинает сам заботиться о своих родителях. То есть, грубо говоря, роли меняются. Знаете, вот подобное состояние даже называют психологическим инцестом. Потому что, по идее, родитель должен заботиться о ребенке, но если вдруг эти роли меняются, это вот тот самый психологический инцест. И вот я тут написала, что наблюдатель влияет на наблюдаемое. То есть ребенок знает, что за ним наблюдают родители, как они себя чувствуют в тот момент, грубо говоря, когда он отделяется. Но он не хочет этой тревоги. И тогда он сделает все, чтобы его родители не тревожились. Он все для них сделает. Он будет рядом, только чтобы родители были спокойны. И тогда он свои истинные потребности замещает суррогатными, ненастоящими, неистинными, только для того, чтобы родители были счастливы. В результате ему очень сложно отделить свое от чужого, потому что он уже не понимает, где его желание, а где родители или что-то другое. Оно настолько уже все сильно перемешалось, что ничего не понятно. Кто я? Какие мои потребности? Что меня вообще формирует? И какая я личность? Он не знает, он не понимает. И тогда вот это я во взрослом состоянии уже определяется отношениями, потому что именно в этих отношениях он понимает, что нужно хотеть, потому что, например, этого хочет партнер. Ну и так далее и подобное. Естественно, он боится отвержения при несоответствии между собой, настоящим и тем, кем его хотят видеть окружающие. И он постоянно подстраивается. И вот этот первый соединяется со вторым, и вот живут они, в кавычку, долго и счастливы, на самом деле несчастливы. Они очень долго могут, очень долго. Вот, как всего от этого избавиться? Как я уже сказала, на самом деле это настоящее физическое заболевание. То есть самому с этим справиться невозможно. Надо обратиться за помощью. Но первым таким этапом является как бы осознание того, где вы находитесь вообще, кем вы являетесь, что вы делаете в этих отношениях, и как вы себя в них проявляете. Вот, и в этом может помочь транзактный анализ, о котором я рассказывала в одной из своих лекций, когда про, в общем, в одной какую-то рассказывала, о том, что нашу психику формирует так называемые триады в виде трех состояний эго. Это родитель, взрослый, ребенок. Вот, и, естественно, созависимое поведение, это поведение ребенка. Когда я не могу без своего второго взрослого, хотя второй взрослый, в кавычках взрослый, тоже может быть тем самым созависимым ребенком, ну, внутри смысла. Вот, и три роли. Ребенок, который кричит «хочу», родитель, который понимает, как нужно делать, и взрослый, который все-таки оценивает, грубо говоря, всех «за» и «против». И вот из позиции ребенка нужно вылезать, то есть каждый раз возвращать себя осознанно в настоящий момент и спрашивать себя, чем я занимаюсь, что я делаю, зачем я это делаю, почему я постоянно вот названиваю, контролирую, почему я отказываюсь от своих желаний, от своих потребностей, почему я там перестала, не знаю, читать книги, я вот контролирую своего партнера круглосуточно и так далее и подобное. То есть нужно себя возвращать вот в эти три состояния, которые должны быть, естественно, в балансе, то есть это должен быть поддерживающий, заботливый, мудрый родитель, это должен быть разумный взрослый, но, естественно, все равно не терять своего творческого ребенка, потому что именно он дарит нам энергию, то есть если мы постоянно будем только себя вот ругать, как какой-нибудь строгий родитель, да, то мы тоже уйдем в какую-то одну крайность, из этого ничего хорошего тоже не получится. Вот, вот говорила, кстати, на русском языке про то, можно сейчас, либо вы можете отфотографировать, ответить всего на 20 вопросов и понять, насколько вы склонны или не склонны вообще к эмоциональной зависимости, в принципе, к созависимому поведению. Вот, их тут 20 вопросов, градация, не знаю, отфотографируйте, потом можете посчитать и ответить на вопрос, какая степень вашей зависимости на данный момент. Ну и, собственно, нуждаетесь вы сейчас в помощи или нет. Вот, и хочу остановиться под конец на технике, которая называется «Я и мои ценности». Вообще, подчеркнула даже красным, что излечение от созависимости это не равно разрыв отношений. То есть, очень часто, как я уже говорила, разрыв отношений, потом опять попадаем в ту же самую ловушку, только с новым партнёром. То есть, излечиться можно, находясь уже вот в нынешних отношениях. Но только вопрос в том, если там два созависимых, если будет меняться один, то, грубо говоря, должен меняться и второй. Если второй не захочет поддержать эти изменения первого, то тогда отношения всё-таки развалятся. Вот. Ну и какая цель излечения? Первое – это, естественно, осознание, то есть понять, где мы, что мы, что мы вообще творим. Вот. И второе – вернуть, восстановить свои здоровые границы, понять, где я, где не я, где мои ценности, где не мои ценности, и свои ценности, естественно, защищать. То есть, грубо говоря, идти своим путём и выбирать именно себя, а не отношения. Вот. А хочу становиться на ценностях. То есть, часто в созависимые отношения мы попадаем тогда, когда ценности у партнёров различны. То есть, если вы сейчас находитесь в каких-то отношениях или там планируете их когда-то заводить, не суть, вам нужно составить такой, так скажем, рейтинг ваших ценностей в отношениях. То есть, что для вас важно именно в отношениях с партнёром. Например, там, я не знаю, девушки могут ответить, например, что обеспечивал меня. Вот. Для вас это ценно. Или там, например, чтобы постоянно вот спал со мной вот ночью, чтобы мы вместе спали в одной кровати. Ну, не все, допустим, это любят. Вот это важно. Или там, чтобы постоянно там дарил цветы. Или там, чтобы мы вместе ходили на какие-то совместные культурные мероприятия и так далее, и так далее. То есть, составить 10 таких ценностей, что для вас важно. Парн-рейтингу номер один, что будет самым важно, без чего вы вообще в принципе свои отношения не представляете. То есть, такая так называемая градация. Вот. Если вы сейчас оцениваете настоящие отношения, нужно как бы понять, насколько сильно удовлетворены или не удовлетворены эти ваши ценности. Естественно, как правило, в созависимых отношениях эти ценности вообще не удовлетворяются. Почему? Потому что человек от себя отказывается, от своих хобби, увлечений, там, любил, не знаю, танцевать, что хотите, теперь он это вообще не делает никогда. Вот. Ценность ваша не удовлетворяется, или там, цветы он вам не дарит, подарки. Ну, в общем, все, что хотите. Ценности у всех разные. приводить примеров можно бесконечно много. Главное, чтобы ваши ценности, личные ценности в этих отношениях удовлетворялись, потому что именно реализация ваших ценностей является именно той самой любовью. Вот. Поэтому выбирать-то пару нужно именно по ним. То есть, если вы настолько разные, я не говорю о том, что совсем невозможно объединиться, если у вас разные ценности. То есть, я уже говорила о принятии, да, это уважение, можно уважать. Вот. Но если никто не удовлетворен, никто не получает то, что он действительно хочет, то, в принципе, в этих отношениях делать-то и нечего. То есть, если вы хотите семью, детей, а ваш партнер этого не хочет, а вы этого хотите прямо сейчас, или, наоборот, вы не хотите детей, вы там, child-free, а ваш партнер заставляет давать мне ребенка, в общем, вы никогда не сойдете с ним к чему. В общем, выбирайте партнера по ценности. То есть, не поленитесь, делайте вот такое упражнение. Ну, вот тут пример, какие могут быть, да, ценности, то есть, это личная жизнь, отношения, это развитие себя, это какое-то дело бизнеса, например, ценность создать совместный бизнес. Почему? И такое возможно, какой-то совместный проект. Я хочу, чтобы так было, чтобы мой партнер мне в этом помогал. Вот. Ну, если для вас это важно, ну, все, что хотите, примеры бесконечные. Вот. Хотите развивать себя, а ваш партнер говорит, нет, сиди дома, будешь мне готовить супы, борщи, развиваться, работать я тебе не дам. Вот. То есть, это опять-таки себя только уничтожение, поглощение партнером и потеря своей личности. И хочу обратить внимание, что когда вы занимаетесь тем, что для вас не имеет ценности, это всегда отнимает ресурсы. То есть, вы не хотите этого делать, но вы это делаете, вы работаете, как лобовая лошадь, и непонятно на что и зачем, вам это не нужно. То есть, если вы не любите готовить, никогда не любили и не хотели этим заниматься, от вас требуют там по 10 блюд на дню, то тоже ни к чему хорошему это не приведет. если, к примеру, для вас там ценность быть научным деятелем, не знаю, вас просят круглосуточно готовить, но вы потеряете собственно себя и потеряете всё. В общем, а я вас призываю быть собой, любить себя и выбирать себя, а не отношения, и задуматься о том, что для вас действительно ценно, о том, что вы любите. Вот. И делайте это, то, что вы любите делать. Всё, на этом, да, спасибо за внимание, на этом всё, теперь ваши вопросы. Отличное напутствие. Если у кого-то есть вопросы, я думаю, что они наверняка есть, вы можете написать их в чат или подключить микрофон и, может быть, даже видео, и задать их Лидии лично. Я думаю, мы немножечко сейчас подождём, пока все пишут сообщения. У меня, кстати, тоже есть вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот есть тоже какая-то статистика, вот эти созависимые отношения, они, наверное, всё-таки чаще, да, между мужчиной и женщиной возлюбленными, но, наверное, такие же отношения есть у друзей. Да, 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 на самом деле это так, то есть, это может быть и семейные созависимые отношения, то есть, ну, как я говорила, всё из семьи, то есть, мать-дочка, там, мать-сын или отец, что хотите, то есть, это не только вот именно парень-девушка, любовные отношения, это могут быть и семейные, и детство, там, вот родительские какие-то, и начальник-подчинённый, и дружеский, то есть, вот от друга, и всё, вот жить без него не могу, в общем, это да, то есть любые отношения, абсолютно любые. Так, вопросов у нас пока нету, друзья, не стесняйтесь, подключайтесь, пишите в чат, есть такая замечательная, уникальная возможность, ага, первый вопрос, есть какие-то рекомендации, где искать специалиста для помощи? Да, могу посоветовать, сайт называется B17, B17, ищите просто наш город, и фильтруете специалистов, которые могут этим заниматься, ну, там, работающий специалист, грубо говоря, там, своя страничка, и написано, кто чем занимается, у кого какая специализация, кто с чем может помочь, и вот на любой вкус и цвет, пола, возраст, если вам там, не знаю, нравится больше мужчина или женщина, постарше, помладше, поопытнее, или наоборот, помоложе, кого хотите, вот сайт B17, там можно будет выбрать, ну, вот я думаю, что вот так. Так, ага, я вот скинула в чат. Да, да, ой, спасибо, да. Так, подскажите, как начать диалог с партнером в случае созависимых отношений? Не очень понятен вопрос, потому что такое ощущение, как будто бы человек вообще боится начинать диалог в принципе, потому что... ...дет о том, что как конструктивно начать диалог, чтобы не обидеть, там, не знаю, не обвинить ни в чем, в общем, чтобы не было конфликта, мне кажется, об этом речь. Ну, тут возникает вопрос, все-таки у меня вот именно, именно такой вопрос возникает, почему вас это настолько сильно беспокоит, неужели вы боитесь именно говорить искренне со своим партнером, потому что если вы привыкли к подобным обсуждениям, открытым и глубоким, то это не должно вызывать каких-либо проблем, то есть почему вам страшно, то есть вы спрашиваете, по всей видимости, потому что вам страшно, а почему вам страшно, то есть для вас это не типичный, обсуждать что-то настолько деликатное, любые темы можем в наших отношениях, не только какие-то поверхностные, действительно, на самом деле глубокие затрагивать, и почему вы боитесь, то есть вы боитесь отвержения, непонимания, то есть у меня вот такой вопрос возникает, потому что нет никаких универсальных рекомендаций, понимаете, мы все очень разные, кому-то надо вот с таким подходом подойти, кому-то с другим подходом, то есть нет никакого универсального ответа, как с вашим партнером лучше, то есть вы сами его лучше знаете, то есть я бы так сказала. Вот девушка как раз, которая задавала этот вопрос, она написала, если такая проблема обесценивается? Ну, значит, скорее всего, ваш партнер сам боится, то есть обесценивается всегда только то, что ценится, понимаете? Это в любых примерах это приемлемо, то есть он, по всей видимости, сам боится, когда говорит, ой, дед, какая-то ерунда непонятна, то есть он не хочет в это глубоко погружаться, то есть он, вот как вот приведенные мной примеры, где-то там вот на поверхности барахтается, идти глубже, это вот не для него. И еще есть вопрос, может ли пара со здоровыми отношениями прийти к созависимым? Все зависит от сроков, то есть вначале те же самые созависимые начинают как обычные здоровые партнеры свои отношения, а потом уже приходят, то есть когда они сближаются, то есть доходят вот до этой точки боли, грубо говоря, тогда как раз-таки все и раскрывается, то есть можно бесконечно барахтаться на поверхности и не прийти к той самой созависимости, а вот чем ближе, тем глубже, вот, тогда, да, тогда возможно это соприкосновение, но если они пришли к созависимым, они изначально не были здоровы, они изначально были созависимыми, просто это не проявлялось в этом вопросе. И тут еще выше спрашивали, ведешь ли ты личный прием семейных пар? Нет, семейных пар, к сожалению, не веду, только личные консультации, а семейные пары, вот то, что посоветовала на сайте, там можете поискать. Стоит ли продолжать общение с партнером, который играет в кошки-мышки, стоит ли их разорвать? Посмотрите, если вы притянули такого партнера, который с вами так играет, то велика вероятность, что именно такого же партнера вы найдете второго и третьего и так далее и тому подобное. То есть в любых отношениях всегда есть выгода, то есть если он так делает, во-первых, вы позволяете так делать, во-вторых, вам это тоже какое-то что-то приносит, не зная что, но это всегда что-то кому-то приносит. Любое поведение имеет вот эту вторичную выгоду. Вопрос какой? То есть вопрос, как бы зачем вам это надо? Вам это зачем-то тоже надо, но это надо как бы исследовать, там тоже, что очень в глубине, это может прятаться. Ну и как я уже сказала, если хочет один меняться, если второй его поддержит, тогда отношения сохранятся, если второй не поддержит, то они в любом случае разорвутся. То есть если вас, грубо говоря, это достало, и вы хотите это изменить, а он вас в этом не поддержит, то он вряд ли что-то продолжится. Это мое мнение. Что делать, если муж не хочет обсуждать никакие проблемы, называя любой разговор неугодный ему, конфликтом, и так вся семья его ведет? Да, это, знаете, вот такой вот запрос, грубо говоря, на изменение поведения другого человека. Мы никогда не можем на это повлиять, то есть мы никогда не можем, как бы, знаете, такое желание, вот я хочу, чтобы он сделал так, или вот я хочу, чтобы он изменился. Мы не способны поменять другого. И тут опять возникает вопрос, а почему для него и для всех остальных любой разговор это конфликт, значит, они так это воспринимают. То есть для них это привычно, что любой разговор-конфликт, возможно, именно в этих семейных отношениях у них так и было, что любой разговор приводил к каким-то конфликтам. И это, знаете, как закрепилось в памяти, как какой-то негативный якорь, что вообще разговаривать тогда нельзя. Я думаю, что в этом направлении надо исследовать, почему человек так это воспринимает. То есть требовать от него это делает только хуже всем. Всегда надо исследовать, почему он так думает, понимаете? Всегда надо уходить в глубину. И если вы до него доберёте, человек как бы и вам раскроется, и себе раскроется. Вот. И, возможно, что-то захочет и сам поменять. То есть, ну, я думаю, что это вот этот якорь, какой-то якорь, определённый точно. Дальше. Как снова найти себя после всезависимых отношений? Это вспоминать, что вы любите, что как бы приносило вам раньше энергию, что вас радовало, какие вот вас раньше, то есть до этих отношений, чем вы занимались, чем вы себя наполняли, понимаете? Если этого не было, то, грубо говоря, пробуйте всё, и вы себя найдёте. Пробуйте рисовать, понравилось, рисуйте. Понравилось, бегайте там. То есть, жизнь — это эксперимент, это большой эксперимент до самой смерти. Экспериментируйте. Ну, что так. Ещё спрашивают, как с тобой связаться для консультации? А, ну, можно меня найти в любых социальных сетях, моя фамилия, там загуглите, вы меня где угодно найдёте. Я вот в чат скинула ссылку на тебя в ВКонтакте. Можно так, да. Если у моего партнёра созависимые отношения с его мамой, чувствуется ревность с её стороны, нужно ли мне что-то с этим делать, могу ли я как-то повлиять на это, и нужно ли в это вмешиваться? Если вас это волнует, если вас это будет продолжать волновать, если вы задаёте вопрос, вы об этом действительно не беспокоитесь, и если вы будете это игнорировать, то вы, грубо говоря, будете подавлять в себе вот эти неприятные ощущения, которые вы испытываете, с одной стороны. С другой стороны, если вы будете навязывать какие-то, вот прям требовать, навязывать какие-то изменения, это вызовет какие-то неприятные отлики у партнёра или, допустим, у его родственников. На мой взгляд, подобные вопросы всегда решаются, ну, не решаются, попытки, как бы, так, их решения. Это всё-таки искренний, открытый разговор. Почему так? Может быть, посоветовать разобраться с этой проблемой. Вопрос в том, что любое навязывание, это не работает. Нам очень часто, грубо говоря, удобно жить там, где мы живём, в тех отношениях, в тех, даже, дисфункциональных отношениях, даже с родителями. Что-то менять, это очень сложно. То есть, смотрите, я не знаю, сколько ему там лет, ну, условно, даже если 20, то есть он в этом уже живёт все 20 лет. И вы представьте, сколько должно потребоваться времени, да? Ну, естественно, не 20, меньше, но там по щелчку пальцев или там за какую-то одну встречу со специалистом это тоже никогда не поменяется. То есть любые изменения, это всегда кропотливая работа над собой, то есть это нужно хотеть измениться. То есть если вы будете хотеть, чтобы он изменился, он никогда не изменится, он должен хотеть измениться. И это только так работает. Единственное, что можно подтолкнуть его как-то вот, как бы осознать это. А он уже должен сам захотеть, только так. У нас ещё есть интересный вопрос. Есть ли полностью несозависимые отношения или в какой-то мере все отношения созависимы? В какой-то мере мы все абсолютно созависимы. Вопрос как бы в такой условной норме, понимаете? То есть если нам друг с другом комфортно, вот, тогда это вот любовь, если никто не испытывает какого-то вот этого ущемления и прочее-прочее, тогда всё окей. Если мы как бы принимаем это, мы на это согласны, все счастливы. А вот если как раз-таки всё-таки вот там в глубине оно сидит, тогда нет. Ну мы все пережили вот этот опыт зависимости от матери. Все. Это неизбежно. Ещё спрашивают, что делать, если постоянно девушка пытается уличить парня в измене, даже если понимать, что он точно не изменяет ей. Создаётся вопрос, что, видимо, девушка не очень в себе уверена, раз она в любом поведении видит вот эту измену, то есть опять-таки какой-то страх и неуверенность в себе, а это уже работа над самим собой, либо сам собой, либо с тем же самым специалистом, то есть это только терапия. Что делать, если моя подруга находится в созависимых отношениях, постоянно пытается контролировать партнёра и со стороны кажется, будто она целыми днями анализирует его поведение, фразы и так далее? Как помочь ей не зацикливаться на парню? Знаете, вот подобные вопросы психологи называют не совсем конструктивными вопросами, опять-таки, тогда, когда мы хотим изменить кого-то другого. Повторюсь, это невозможно. Вот, то есть когда приходят на консультацию и говорят, я хочу изменить мужа, мы не можем никакой консультации поменять вам мужа. Вот вы себе там поменять мужа или поменять себя, это да, поменять вот эту подругу, нет, можно с ней, конечно, тоже откровенно поговорить, потому что, как правило, мы не осознаём вот эти наши паттерны поведения, как мы поступаем, то есть всегда со стороны виднее. Допустим, почему каждому психологу или психотерапевту нужен свой психолог-психотерапевт, потому что у всех у нас есть психологические защиты, мы защищаемся вот этой внутренней боли, всегда этих защит, знаете, сколько уйма просто. Вот. И мы не понимаем, мы сами не понимаем, мы действуем на автомате, а вот когда есть сторонный наблюдатель, вот как вы и ваша подруга, вы сторонний наблюдатель у этой подруги, вы всегда видите больше. Можно попробовать, опять-таки, откровенно с ней поговорить, потому что, может, она этого не понимает. Ну, или направить к специалисту. Опять-таки, она сама должна захотеть пойти к этому специалисту. Человек сам должен захотеть меняться. как-то так. Слушай, а может быть, ты порекомендуешь какие-то книги, вот, например, либо по теме созависимости, либо, может быть, которые будут глубже себя понять? Да, книг таких очень много, ну, я прям сейчас-то этих авторов-то не помню. Ну, вот такая, так скажем, для широкой аудитории эмоциональная зависимость, автор Пестов. Пестов. Вот, а так, если кому-то интересно, напишите мне, а я, ну, где-нибудь в социальных сетях, а я вам порекомендую, потому что таких книг на самом деле много. Может быть, даже ты скинешь, например, мне какую-то подборку, и мы опубликуем пост. Да, это очень хорошая идея. Давайте. И вот тут еще девушка поясняет, которая про Рея, что ты говорила. Мне всегда хочется быть лучше, для всех его бывших во всем. Ну, это вот то самое. То есть вы, я не хочу говорить, что вы себя не любите, но вы себя постоянно сравниваете. А раз вы постоянно себя сравниваете, значит, вы в себе ищите какие-то изъяны и недостатки. То есть, как будто у вас что-то не то, как будто кто-то другой, как будто лучше вас. И чтобы вас любили, нужно быть лучше всех остальных. но так ли это на самом деле, я думаю, что нужно задуматься. Знаете, как говорят, даже в профессиональной сфере, всегда есть кто-то лучше, всегда абсолютно, вот ты там, не знаю, кто угодно, кто угодно, любой профессии, всегда есть кто-то лучше. То есть никогда вы не перепрыгнете всех абсолютно людей, насколько их им на земле насносит. Так, созависимые отношения равно невротические отношения, термин, который использует Лобковский. То есть, причина созависимых отношений это всегда невроз или неврозы, или как? Что, кстати, думаете о подходе к книге Лобковского? Значит, по поводу неврозов, да, даже помните, я вам вот это тут рисовала внутри фобическое ядро, да, сверху, тот самый инфантильный невроз, да, это на самом деле так. По поводу Лобковского я его абсолютно не поддерживаю, потому что его литература направлена, как правило, на такую подростковую аудиторию, и вот если брать тот самый транзактный анализ, да, взрослый ребенок-родитель, как раз на какую-то такую детскую сторону. То есть на самом деле в нас кроется гораздо больше их баланс, только вот с этой детской стороны, вот там, знаете, даже вот этот призыв «хочу и буду», но это не всегда так, нельзя всегда хотеть и получить именно то, что ты хочешь, всегда должен быть баланс, поэтому нет, Лобковского я не поддерживаю. Я могла бы долго об этом говорить, но, честно, не очень хочется. тут очень много писали благодарности тебе, благодаря за лекцию, если вопросов больше нет. Я бы хотела как бы со своей стороны поблагодарить всех, кто присутствовал, потому что мне тоже очень важно делиться полезной информацией, если кому-то интересно узнать, ну, чтобы я осветила какую-то другую тему, делитесь, я обязательно это сделаю, обязательно, потому что всегда постоянно езжу на какие-то учебы-конференции, много чего узнаю, это полезно. В общем, пишите, буду рада, приходите, слушайте. Спасибо всем. Можно написать нам в группу ВКонтакте, если у вас есть какой-то запрос по теме для Лидии или какой-то еще другой теме, обязательно пишите. Лид, спасибо тебе большое. Спасибо и рельсам спасибо. Татьяна, вопрос запись будет, мы можем отправить вам на почту, вот, можете тоже нам написать, например, ВКонтакте, вот, и мы отправим вам ее. Друзья, спасибо вам большое, что сегодня вы подключились к нам. Вы знаете, что рельсы это не коммерческий проект, и мы существуем, развиваемся, заканчиваем ремонт, ремонт в нашем пространстве именно благодаря пожертвованиям, нашей аудитории, благодаря вашим пожертвованиям. И сейчас в этот непростой карантинный период ваша поддержка особенно для нас важна. И если вы хотите поблагодарить нас за лекции, которые мы проводим каждую неделю бесплатно, то вы можете перевести пожертвования на наш интернет-кошелек, на «Я соберу». Ссылку, да, я скинула в чат, и также она есть в письмах с доступом к этой лекции, которые приходили на вашу почту. Нам важна любая сумма, любая ваша поддержка. Мы будем очень благодарны. Записывайтесь на наши лекции. Надеюсь, что скоро мы сможем пригласить в наше пространство, пока, к сожалению, мы не можем проводить мероприятия, но мы продолжаем готовиться к открытию. Вот. И ваши пожертвования помогут нам оплачивать аренду и другие расходы, которые, к сожалению, у нас всё ещё есть, несмотря на то, что мы сейчас существуем в онлайн-пространстве. Спасибо вам. Была очень рада читать ваши комментарии. Я думаю, что очень такая у нас сегодня насыщенная была программа, много всего рассмотрели. Да, и даже задержались. Подписывайтесь на данных сетях, если вы ещё не подписаны. И желаю всем хорошего воскресенья, отличного настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok